Библейский портал экзегет.ру представляет Достачки мои друзья, братья и сестры, сегодня мы продолжаем изучение Псалтири Царя Давида, «Помяне Господи Царя Давида и всю кротость Его». И сегодня мы будем читать 9-й Псалом. Надо сказать, что деление на Псалмы, некоторое, оно очень условно. Например, многие считают, что 1-й и 2-й Псалом – это 1-й Псалом, потому что начало 1-го Псалма и окончание 2-го – они совпадают. А 9-й Псалом в христианской традиции, он имеет 38-39 стихов, а в еврейской традиции – 20 стихов. То есть 9-й Псалом у иудеев делится на две части. Надписание этого Псалма начальнику хора по смерти Лабена – Псалом Давида. Кто такой Лабен? На самом деле, такого персонажа мы не видим в Библии. И есть предположение, что это как бы двойное слово. Первое – Аламод – это название инструмента, которое встречается в Псалтире. А потом идёт слово Бен, которое означает «сын». то есть по смерти сына на инструменте Аламод. Слово Аламод означает как бы юность. И есть предположение, что этот Псалом был составлен, когда у Давида умер сын. У него был сын от Версавии, первый сын, и вот он умер. И в Библии мы читаем о том, что когда ребёнок заболел, Давид очень строго постился, одел на себя вретище, разорвал одежды. И всё же переживали за Давида. А когда ребёнок умер, то слуги Давида настолько испугались ему говорить о смерти, ребёнка. Но потом вынуждены были сказать, и Давид сразу прекращает пост, умывается, одевает на себя нормальную одежду. Так что слуги как-то удивились, и они спросили, а почему вот когда он был жив, ты так строго всё соблюдал, а узнав о его смерти, ты как бы ничего уже такого не делаешь. На что Давид ответил, что он ко мне уже не вернётся, я пойду к нему, а он ко мне уже как бы не вернётся. Итак, в надписании этого псалма в сенатальном переводе мы видим слова начальнику хора по смерти Лабена, это можно перевести по смерти сына, псалом Давида. Святитель Иоанн Золотаус пишет, «Псалом этот продолжителен, и это есть дело мудрости духа. Он сделал не все псалмы краткими и не все продолжительными, но самим размером их сообщил разнообразие этой книги. продолжительностью возбуждая слушателей от ленности, а краткостью обречая труд». Это действительно так, особенно это заметно, когда читаешь псалтыр целиком, за один раз. Вот эти короткие псалмы, они очень-таки ритмичные получаются. Длинные псалмы – это как бы время раздумия во время такого чтения и в окончании псалтыри, как и в начале, очень много кратких псалмов, совсем кратких. И мы читаем второй стих. «Буду славить», по-славянски «исповедуюсь», «буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Но, возможно, перевод «исповедуюсь Тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю все чудеса Твои». И дословный перевод будет такой «Благодарить буду Господа всем сердцем моим рассказывать обо всех Твоих дивных делах». Таким образом, у нас получается несколько прочтений этого псалма, но более распространенное то, что в Септуагенте на славянском «исповедуюсь Тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю все чудеса Твои». И Златоуст пишет, «исповедание бывает двоякого рода. Оно есть или сознание собственных грехов, или приношение благодарности Богу». Таким образом, в этом толковании Златоуст как бы объединяет два возможных прочтения. Можно прочитать, как «буду славить Тебя», а можно прочитать «исповедуюсь Тебя». И Златоуст пишет, как бы объединяет два возможных перевода. «Исповедание бывает двоякого рода. Оно есть или сознание собственных грехов, или приношение благодарности Богу». Казалось бы, смысл немножко такой противоречивый. Одно дело – славить Бога, а другое дело – каяться в собственных грехах. Но действительно, для Бога нету большей радости, как покаяния грешника. И в Писании сказано, в Евангелиях, что об одном кающемся грешнике ангелы на небесах радуются больше, чем о 99 праведных. Златоуст продолжает. Здесь оно означает благодарность. Что же значит всем сердцем моим со всей охотой и усердием не только за благоденствие, но и за противное тому? То особенно и свойственно душе, благодарной и любомудрой, чтобы благодарить Бога и в скорбных обстоятельствах прославлять Его за все. Не только за благодеяние, но и за наказание. Этим заслуживается большая награда. Принося благодарность за благодеяние, ты отдаешь долг, а принося благодарность за бедствие, ты делаешь Бога должником своим. В каком смысле златоуст имеет в виду, что когда мы благодарим за бедствие, то делаем Бога должником своим. То есть мы все принимаем из рук Бога одинаково положительно. Посылает ли Он нам радость или наказание. Но когда мы благодарим Бога за радостные какие-то события, здесь как бы все понятно, а когда мы переносим благодарение на Бога и в бедствиях, то здесь мы как бы всецело смиряемся перед Его волей. Кстати, златоуст, то, что он пишет, он так и жил. Он жизнь окончил очень трагически. Его отлучили от церкви, отправили в ссылку. И он был прикован к телеге, цепями шел в эту ссылку. И когда он почувствовал, что он же умирает, он попросил, чтобы телегу остановили, чтобы мы разрешили помолиться, он лег на землю. И последние слова, которые он произносит, он говорит «Слава Богу за все». И вот эти слова златоуста становятся эпиграфом к его собранию сочинений. «Слава Богу за все». Поэтому мы действительно славим Бога и тогда, когда мы исповедуемся, и тогда, когда мы благодарим Его. Главное, чтобы мы это делали всем сердцем своим, возвещая чудеса Его милосердия, чудеса Его заботы и любопильного промышления о нас. Третий стих сообщает. «Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». И мы посмотрим, какой идет комментарий на эти слова. Это тоже златоуст. Он пишет. «Потому и пророк, объясняя это, продолжает. «Возвеселюся и возрадуюсь о Тебе, воспою имени Твоему Вышний». То есть здесь мы как бы сразу видим два перевода. И златоуст пишет. Другой переводчик Акила и Симах говорит. «И похвалюсь, пою имени Твоему Вышний, другой Симах, воспою имя Твое». Немаловажный вид любомудрия в том, чтобы веселиться о Боге». Златоуст предлагает нам не просто благодарить Бога в каждом случае, и когда нам хорошо, и когда плохо, но и веселиться о Боге. И он пишет. «Кто веселится о Боге, как должно, тот отвергает всякое житейское удовольствие». То есть, когда наше веселье в Господе, как бы меркнет любое человеческое веселье. Что значит «возвеселюсь о Тебе, буду радоваться и торжествовать»? «В том, – говорит, – моя радость, в том мое веселье, что я имею такого владыку». То есть, основание для духовного веселья – это осознание, сколь благ наш Господь. «Кто знает это удовольствие, как должно знать, тот не чувствует других удовольствий», продолжает рассуждение Златоуст. «Если это есть удовольствие в собственном смысле, а все прочие только носят ими удовольствия, а на самом деле не таковы. Оно возвышает человека, оно освобождает душу от тела, оно возносит к небу, оно поставляет выше всего житейского, оно избавляет от зла». В осуждении Златоуста мы видим упование на Бога, не только упование, радость о Господе, веселье и торжество. Дословный перевод может быть такой. «Возрадуюсь и восторжествую в Тебе, воспевать буду имя Твое Всевышнее». И мы читаем 4-й и 5-й стих. «Когда враги мои обращены назад, восклицает Давид, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле, судья праведный». И возможный перевод этих двух стихов. «Когда обратились враги моих спять, приткнулись, пропали пред Твоим лицом, ибо Ты вершишь мой суд и мой спор, выседаешь на престоле судьей праведным». То есть в тот момент, когда враги понимают всю неспособность противостоять Богу и обращены назад в бегство, то здесь Господь умножает свой гнев на этих нечестивых, за их самоуверенность, что они вообще осмелились напасть на святых. «Они погибнут пред лицом Божьим, и о Боге здесь говорится, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле, судья праведный». Что мы знаем об этом престоле, на котором воссел Господь? Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, пишет, «Престолами же наименованы те воинства небесные, ангелы, пред которыми всегда председательствует всемогущий Бог для изречения суда. Поскольку же мы на латинском языке престолы называем седалищами, то престолами Божьими названы те, которые исполнены такой благодатью Божества, что Господь судит на них и через них изрекает суды свои». Поэтому и через псалмопевца говорится, «Селайся на престоле, судяй правду». То есть Господь выседает как судья, когда объявляют встать, суд идет, выходит судья, и люди могут садиться только тогда, когда садится судья. Так вот, Господь выседает как бы на ангельском чине, они так и называются – престолы, престолы, там еще есть чин ангелов господства, власти, и торжественно он вершит суды. Далее мы читаем 6-7 стих. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними». И сразу возможный перевод. «Ты бронил племена, погубил нечестивого, их имя ты стер во век и вечно. Враг пришел им конец, руины навечно, и города тобою разоренные, пропала память о них». Действительно, не оставляется никакой памяти о врагах церкви, которые в разное время восставали против нее. Например, в нашей стране был такой Никита Сергеевич Хрущев, и он обещал по телевидению, что он покажет последнего попа по телевизору. То есть у него была такая уверенность, что когда при нем люди стали летать в космос, то это будет как бы удар по религии, потому что космонавты, которые возвращались, они говорили, мы летали, ничего не видели. Никакого Бога мы там не видели. И есть такой рассказ у советского писателя Зощенко о том, как караси плавали в пруду, и один такой карась, космонавт, решил подпрыгнуть из пруда и посмотреть, что там. Он подпрыгнул, вздохнулся, плюх назад. Его окружают, караси спрашивают, там что есть? Он говорит, да нет там ничего. Человек вообще-то в космос летает на керосине, если вы не знаете. Именно на керосине. То есть ракеты, это такие кирогазки огромные, и далеко люди улететь не могут. Например, чтобы долететь до какой-нибудь ближайшей звезды, знаете, нужен какой запас керосина? Он по объему должен быть, как наша планета. Вот такой должен быть запас этого керосина, такой бак для керосина, чтобы вот пересечь не самое большое расстояние до ближайших звезд. То есть на самом деле все, что люди делают, оно очень ограничено. Ужасно то, что они все, что делают, обращают во зло другим людям, но память об этих людях, она исчезает. От них ничего не останется. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. И где оказался этот Хрущев? Он оказался преданным своими же людьми, своим же окружением. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Если имена некоторых людей помнят, то только потому, что в церковной истории сохранились их имена. Григорий Низкий пишет, «Память мудрого, говорит экклесиаст, живет всегда и продолжается во весь век. С безумным же угасает и пометование о нем. А таковых и пророк, говорит, погибе память. Их весьма гласно и очевидно. Ибо сие показывает при совокуплении с шумом, то есть с каким-то скандалом эти люди исчезают. Посему экклесиаст говорит, не с памяти мудрого, с безумным во веки». То есть память о мудром не сохраняется так же, как и память о безумном. «Напротив того, жизнь мудрого увековечивается памятью, а безумного сопровождает забвение». То есть тишина в могиле. «Ибо в одних грядущих все, что касается безумного, в забвение приходит». Выражается же всегда таким речением, как будто уже грядущие дни наступили, и вся забвена «быша». То есть память об этих людях, она исчезает, и как бы и не «быша». Все в забвении «быша». И далее идут два стиха, восьмой, девятый, где Давид молится, восклицая, «но Господь пребывает вовек». Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. Действительно, Господь пребывает из века в век, он безначальный, и он не имеет конца, и он приготовил для суда престол свой, то есть это ангелы, и он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И мы посмотрим, какое объяснение дает Златоуст этим словам. Он пишет, «Видишь ли, как пророк мало-помалу усиливает речь, упомянув о престоле, он изображает свойства этого престола, который составлен не из дерева или другого какого-нибудь вещества, но из правды». Но мы уже как бы знаем толкование Григория «Твои слова», что основание престола ангелы, но ангелы они очень прямолинейные, то есть они очень правдивые. Златоуст продолжает, «Он основан, говорит на правде, судить вселенную по правде, говорит и о настоящем, и о будущем, суд всеобщий будет там, а частный бывает здесь. Бог совершает многое и теперь, чтобы люди бесчувственные не подумали, будто все существует без промысла». То есть как бы окончательный суд он впереди по воскресению из мертвых, но уже в этой жизни Господь посылает нам свои суды, чтобы мы не забывали о том, что он управляет всем этим миром. Если здесь не все получают венцы, не удивляйся этому, ибо он, Господь, назначил день, в который будет правильно судить вселенную, а настоящая жизнь есть поприще, место подвигов, время борьбы, поэтому не все здесь получают по заслугам, но так уготованы праведникам награды, а грешникам наказание. И это все там уготовано. Здесь ожидание и долготерпение, чтобы грехи были очищаемы покаянием, а там не то. Так человек-убийца, пока находится на пути, то есть пока жив, может исправиться и избежать наказания, тщетно. А когда подвергнется приговору судьи, тогда для него остается меч, плач и могила. Так и здесь, пока мы находимся в настоящей жизни, то для нас возможно исправиться, избежать наказания. А когда отойдем туда, то будем плакать тщетно, потому что приготовил он для суда престол свой, не погрешит и тот, кто слово приготовил, будет понимать так, как оно сказано. Потому что у Бога все готово, и наказания, и венцы, и приговоры. Для Бога нет ни ожидания, ни времени, ни промедления, и живые не предварят, то есть не опередят умерших, как говорит Павел, мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших. Будет судить людей по правде, посмотри на мудрость пророка Давида, когда он говорит и о настоящем, и о будущем, о настоящем наказал народы и погиб нечестивый, о будущем приготовил он для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде. Он делает это для того, чтобы верующие будущему убедились доказательствами из настоящего. То есть окончательный суд будет в конце, но уже в этой жизни мы видим, как исчезает память нечестивых, правителей, которые руководили целыми странами, а когда этот человек умирает, от него ничего не остается. и когда эти люди входят в состояние старости, болезнь Паркинсона, старческой слабоумии, все что угодно может быть, а особенно у тех, которые любили превозноситься над другими людьми и гордились своим преимуществом. Давид восклицает далее 12-13 стих «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных». То есть нам есть за что петь Господу, потому что Он взыскивает за кровь, то есть любого злодея Он остановит рано или поздно, Он помнит о них, не забывает вопля угнетенных, потому что Господь любит угнетенных в каждом случае. Даже если, например, вот мы читаем книгу «Бытия», у Якова были две жены, Рахиль и Лия, вот Рахиль он очень любил, а Лию не очень. Так Бог всегда был на стороне Лии, она родила больше детей Якову, чем, собственно говоря, Рахиль. И если в семье у вас есть любимые и нелюбимые дети, вот о нелюбимых Господь точно позаботится с большим вниманием к ним, чем нежели о тех, кого вы можете любить больше. Хотя нормальные родители стараются одинаково относиться к детям. Дословный перевод 12-13 стиха может быть таким. «Воспойте Господу восседающему в Ционе, то есть на Сионе, поведайте межнародов о его делах, ибо за кровь взыскивающей он то помнил, не забыл вопля смиренных». То есть Господь всегда помнит вопли смиренных, которых умершляли и взыскивает за их кровь. И Златоуст пишет «Видишь ли, о каких начинаниях говорит он о благодеяниях? Здесь же он внушает великую истину именно ту, что убийство не совершается безнаказанно, а непременно подвергнется наказанию, как и Моисей в книге Бытия говорит «Я взыщу и вашу кровь». Это знак беспредельного промышления, внимательнейшего попечения его Господа. Если же он, Господь, наказывает не вдруг, не сразу, не удивляйся этому. Он дает грешникам время покаяться, не забыл он вопли убогих, посмотри опять, как убогие пользуются его благоволением. Впрочем, здесь говорится не просто об убогих, но о тех нищих духом, о которых говорит Христос, потому что особенно молитвы тех бывают услышаны, которые смирены и сокрушены сердцем. Здесь внушается и то, и другое, и молитва, и смирение. На кого я презрю, говорит Господь? На смиренного и сокрушенного духа, на терпящего пред словом моим, на трепещущего пред словом моим. И всегда смирение служит к успешному возвышению молитвы, потому что Господь близ к сокрушенным сердцем. Поэтому молящийся особенно должен быть чужд надменности, чего требует и Павел, когда говорит без гнева и сомнения. Хорошо сказал псалмопевец вопли убогих, называя воплем расположение души, а не звук голоса. А словом не забыл, он выражает, что они непрестанно взывали к Богу, но не тот час получали просимое. И так действительно Господь не забывает ни одного слова наших молений, и хотя Он не сразу выполняет эти моления, но рано или поздно все, что мы просим у Него, мы получаем в той или иной степени. Как минимум, Господь лучше нас, конечно, знает, в чем мы нуждаемся, а в чем нет. И если мы просим что-то такое, что нам и не нужно, то, конечно, ради нашего блага Господь нам этого не пошлет. А если просим того, в чем действительно нуждаемся, Господь, конечно, позаботится о нас. И далее идет большой отрывок с 14 по 19 стих. Давид молится, «Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти». Он просит Господа, чтобы кто-то помиловал и увидел бы страдания Давида, которые происходят из-за тех, которые ненавидели Давида. И Давид верит в то, что Господь возносит его от врат смерти. То есть враги в свое время подталкивают Давида к смерти, но Господь ступается за Него и защищает его жизнь. И дальше Давид объясняет, почему он хочет жить. На самом деле, когда мы просим выздоровления, но не говорим Богу, зачем мы просим выздоровления, Господь может и не послать выздоровления. И вот Давид предлагает нам урок, как надо молиться. Он просит избавления от смерти и далее 15 стих объясняет, почему этому нужно. Чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах Черри Сионовой. То есть, чтобы я продолжал петь имени Твоему, буду радоваться о спасении Твоем. То есть, если мы просим исцеления ради исцеления, то Господь может и не послать нам исцеления, но если мы хотим в этой жизни положить начатки покаяния, еще не успели исправиться, еще хотим прославлять Бога, еще больше очиститься, конечно, в такой ситуации Господь пойдет нам навстречу. И далее говорится о нечестивых народах, обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которые скрыли, а не запуталась нога их. То есть, человек всегда воздается по тому злу, который он злоумышляет против других, кто-то выкопал яму для другого, он сам упадет в эту яму, кто-то сети скрыл везде, его же нога и запутается в этих сетях. Познан был Господь по суду, который он совершил. То есть, мы познаем действия Бога в том, как он воздает нечестивым. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да, обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. То есть, нечестивые, они иногда поднимают очень гордо голову, потому что им кажется, что они реально угнетают, сокрушают нищих, и как бы они господствуют над всем, но это только до какого-то времени. Потом, когда Господь вмешивается в ту или иную ситуацию, то ничего хорошего у них не остается. Святитель Григорий двоих слов пишет, мы не должны желать себе воздаяния благами настоящими. То есть, нам не надо стремиться к награде на земле, как бы говорит он, ибо за подвиг терпения надо бы ожидать благ будущей жизни, так, чтобы награда за наш подвиг началась тогда, когда уже весь подвиг решительно кончится. Поэтому и через псалмопевца говорится, не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Ибо терпение убогих кажется как бы погибшим, мало, они напрасно терпят, когда за него ничем не воздается в этой жизни, но терпение убогих не погибнет до конца, потому что слава за него получается тогда, когда вместе кончается все трудное. Итак, братья, храните терпение в душе и выражайте его на деле, когда требуют обстоятельства. То есть нам надо запастись терпением, потому что наша главная награда на небесах в той жизни. Никакие поносительные слова да не подвигнут никого из вас к ненависти ближнего. Никакие убытки в приходящих вещах да не смущают, ибо если вы постоянно боитесь неприставимого вреда, то вы не считаете важными никаких убытков в вещах приходящих. То есть на самом деле надо бояться того вреда, который не прекратится. Вот он называется здесь неприставимого вреда. А вред, который не прекращается, это наказание вечной жизни. И если мы боимся действительно неприходящего, неприставящего вреда, то мы не считаем важными никакие проблемы в этой жизни. Если желаете славы вечного сдаяния, то не желаете, то не жалейте о временной обиде. Итак, терпите врагов ваших, но любите, как братьев тех, которых вы терпите. За временной обиды ищите вечных наград. Впрочем, никто из вас не должен иметь самонадеянности, будто он может исполнить это своими силами, но усердно молитесь, чтобы это совершил сам тот, кто заповедует. И мы рассуждаем так, если Господь послал нам вот эти слова, претерпевшие до конца спасется, и мы будем уповать на эти слова, то наше терпение, оно, конечно же, будет оправдано, потому что мы с верой восприняли эти слова. Далее Давид восклицает «Восстань, воскресни, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим». Златоуст пишет, сказав о нечестии, которое овладело многими из людей, упомянув о пороках их, хищении, коростолюбии, убийствах, пророк Давид просит у Бога помощи обижаемым. Таково человеколюбие святых, они заботятся не только о себе самих, но и о всей вселенной, как об одном доме, и молят Бога о всех людях, как об одном теле. Действительно, мы живем в одном доме, этот дом называется планета Земля, это не самая большая планета во вселенной, даже, можно сказать, совсем маленькая, по сравнению с многими другими планетами, но это наш дом, где Господь нас поселил, и мы должны стараться здесь выстраивать добрые отношения, добрые, нормальные отношения. 21 стих и ниже «Наведи, Господи, страх на них». Давид хочет, чтобы Господь страхом вразумлял кого-то. «Да знают народы, что человеки они». А немножко непонятно, а разве они не знают, что они человеки. Некоторые люди живут так, как будто они бессмертные, они копят столько средств, которых хватит на десять жизней вперед, как бы они забывают о тленности человеческой природы и о короткости человеческой жизни. «Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они». «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби?» То есть, Господь скрывает свое присутствие в этом мире, но это до определенного времени. «По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, коростолюбец ублажает себя». Здесь Давид говорит именно о том, что рано или поздно все это нечестие будет сокрушено, все это до времени, когда Господь приблизится к нашей реальности, все окажется на своих местах. Златоуст пишет, «Потом псалмопевец просит, чтобы они получили наказание, чтобы козни их обратились на них самих и говорит о невыносимом виде нечестия, о каком же именно? Ибо хвалим бывает грешник за похоть и души своей». С чем нужно скрываться, чего должно стыдиться за то самое, говорит, хвалят его, удивляются ему. Действительно, сейчас вот, особенно в молодежной среде, чем более порочный человек, тем больше похвалы он получает от сверстников, которые удивляются, как ему удалось столько всего натворить и с завистью смотрят на него. Нечто подобное описывает блаженный Августин в своей исповеди. Он пишет, «Мы воровали яблоки чужие не для того, чтобы их есть, а для того, чтобы показать, что мы порочнее других». И мы любили рассказывать о своих грехах и даже выдумывали некоторые грехи, чтобы в компании выглядеть более взрослыми. То есть, иногда вот такое случается, когда люди хвалимы бывают за грехи свои и хвалятся. Давид далее восклицает, «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа». Не взыщет, то есть, нечестивый как бы говорит, «Да никто не спросит меня за это». Не взыщет Господь. Во всех помыслах его как бы звучат слова «Нет Бога! Нет Бога! Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него, как он считает, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюся в рот и рот, не приключится мне зла». Вот такая самоуверенность, она бывает в мире, особенно в мире политики. Златоуст пишет «Видишь ли безумие, видишь ли невыразимые бедствия, видишь ли постепенно возрастающую погибель, видишь ли, как состояние, почитаемое безумными блаженством, исполнено великих бедствий, как оно падает. Грешника хвалят во грехах его и благословляют в беззакониях его. Это первая пропасть, которая может погубить невнимательного. Поэтому лучше принимать тех, которые укоряют и вразумляют, нежели тех, которые хвалят и льстят при самой погибели, потому что последние развращают беспечных и располагают к большим порокам. Так и этого грешника, расположив гордыни, они довели до безумия. То есть, действительно, когда в мире говорят о грехах других людей и говорят, они вот такие бесстрашные, они себе это могут позволить, это могут позволить, они в самих этих грешников, вдыхают некую уверенность в некой безнаказанности, а с другой стороны, сами как бы прельщаются такими настроениями. А на самом деле все это безумие хвалиться грехами и падениями. Давид пишет, уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба сидит в засаде, за двором в потаенных местах, убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его, говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. И здесь изображается вот этот грешник, как какой-то хищный зверь, который припадает к земле, потом поднимается, как бы сначала шифруется, потом начинает действовать как бы открыто, но Бог все это видит. Можно неплохо выглядеть в глазах ближних, но в глазах Бога мы такие, какие мы есть, абсолютно прозрачные. Золотаус пишет «Посмотри, в какую низвергается он пропасть погибели, какие составляет суждение, не осмеливаясь по бесстыдству их высказывать, их явно, он содержит их в себе самом, восстает против истины и омрачает то, что яснее солнца после поте души своей». То есть есть очевидная истина, что зло наказуется в этом мире, но злые люди стараются этого не замечать, хотя все их предшественники, которые тоже стремились к славе, к мировому господству, они все потерпели великий урон, от них остались только их исторические имена. Давид опять восклицает «Восстань, воскресни, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных». «Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем ты не взыщешь». Да, может быть, в этой жизни Господь и не взыщет, но для этого есть другая жизнь, и туда мы попадаем именно на суд, где ничего не будет сокрыто не только от Бога, но и от всех людей, которые будут свидетелями полного крушения надежд нечестивых. «Ты видишь, восклицает Давид, ибо ты, Господь, взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник». Действительно, а на кого надеяться бедному, на кого надеяться сироте, если не на Господа. Златоуст восклицает, а пророк Давид, опровергая его суждения, то есть нечестивого, распространяется о долготерпении Божьем. Тот говорит, Бог отвратил лице свое и не увидит никогда. Он же Давид, напротив, говорит, ты видишь взираешь и долготерпишь, пока нечестивые не впадут в руки твои. Что значит, пока не будут преданы они в руки твои? Пророк выразился человекообразно в смысле слов, как бы говоря, ты долготерпишь, ожидаешь до тех пор, пока они не предадутся крайнему нечестию. Хотя ты мог бы в самом начале остановить и истребить их, но беспредельно море твоего долготерпения. Ты видишь и не отомщаешь, но ожидаешь от них покаяния. Если же они упорствуют, то наказываешь, когда они не получают никакой пользы от твоего долготерпения. Сказав многое о людях, притесняемых, пророк послушай, как раскрывает тоже и в следующих словах тебе представлен нищий, сироте, ты будешь помощником. Другой переводчик, здесь Златоуст цитирует перевод Оригена, перевел ты был и еще перевод тоже Оригена ты будешь то есть Господь тот кто всегда контролирует все и все смысл слов его следующий это твое Господи дело это особенно свойственно тебе Господи а что принадлежит Богу того он не оставит и не выдаст как художнику свойственно строить кормчему управлять кораблем солнцу светить так тебе Господи свойственно защищать сирот простирать руку помощи бедным никто так не помогает им как ты один и так здесь Златоуст настаивает на том что Господь всегда будет поддерживать бедных людей он будет оберегать угнетенных потому что это свойственно ему и мы читаем 36 стих сокруши мышцу нечестивому и злому так чтобы искать и не найти его нечестие что значит сокруши мышцу нечестивому мышцы это основание силы и когда эти люди лишаются силы власти через какое-то время ты будешь искать этого нечестивого и не найдешь от него ничего не остается может быть он был на глазах у всех все следили за его успехами а потом все очень быстро забыли о нем что он вообще существовал один господь вечен и поэтому Давид далее восклицает с 37 стиха по 39 господь царь навеки то есть человек может царствовать но на какое-то время а господь царь навеки навсегда исчезнут язычники земли его господи ты слышишь желания смиренных укрепи сердце их открой ухо твое чтобы дать суд сироте и угнетенному да не устрашает боли человек на земле то есть господь который бесконечно превознесен над всем своим творением он остановит человеческую гордыню чтобы дать суд сироте и угнетенному да не устрашает боли человек на земле и мы видим как надменно себя ведут политики как они смотрят кто с кем поздоровался за руку кто прошел мимо помните у нас радовались что там трамп кому-то руку не пожал по-моему порошенко через несколько дней уже обсуждают надо же он и путину руку не пожал там и вот такие у них какие-то вопросы как будто маленькие дети немножко не в себе с помрачением ума там кто как стоит там какая дистанция между одним другим и вот это люди которые считают себя как бы основанием земли силой земли владыками считают себя на земле господь царь навеки навсегда исчезнут язычники земли его то есть все эти лукавые формы правления они прекратятся все эти спекуляции там кто должен за кем сидеть кто с кем должен рядом стоять все это потеряет любой смысл золотаус пишет видишь ли как много пророк давид говорит и печется о самих людях порочных ведь они ведь они то особенно терпят зло несправедливо обижаемый терпит только потерю имущества а обижающий подвергается крайней опасности золотаус здесь проводит мысль что вот эти нечестивые которые во власти если они упадут так уж точно разобьются как бы в лепешку а если мы терпим какие-то скорби это не те скорби которые терпят угнетатели наши нам-то все проще там ну там немножко в зарплате потеряли немножко там в льготах потеряли своих в целом мы можем жить спокойно размеренной жизнью а те которые превозносятся они пожнут серьезное наказание ибо в писании сказано бог гордым противится а смиренным дает благодать и в мире политики особенно мы видим как они подсиживают друг друга как они там смеются друг над другом как они кривляются какие-то обезьяны выливая грязь на целые народы сталкивая один народ с другим одну расу с другой расой одну религию с другой но господь который судит все племена и народы он воздаст этим нечестивым то что они заслужили итак сегодня мы рассмотрели этот псалом псалом девятый если мы будем живы господь позволит то в следующий раз мы будем читать десятый псалом царя Давида и будем рассматривать те темы которые присутствуют уже там нечестивым